Каббалист Баля Сулян в 30-е годы 20-го века предсказал две войны. Дело в том, что когда изучаешь строение высшего мира, систему, которая управляет нашим миром, то, что находится за нашим миром, вот за этими, за всеми стенами, за звездами, за планетами, за всем вот этим вот миром, Вселенной, находятся силы, которые пронизывают наш мир, которые сверху вниз и во всех состояниях держат нас как на сетке. Мы лежим как на сетке этих сил, и эти силы постоянно нами управляют. Когда человек изучает эти силы, то оказывается, он начинает понимать, куда это может привести вообще нас, воздействие этих сил. Есть воздействие этих сил снаружи на нас, и есть наше воздействие на самих себя и на эти силы. Вот совпадение, слияние, соединение между собой этих наших внутренних сил, зависящих от нас, если их правильно направить, и соединиться с этими высшими силами, и этими высшими силами природы вместе, и образует наш рок, как бы, наше будущее, нашу судьбу. Каббалисты не занимаются предсказанием судьбы, и это невозможно практически предсказать, потому что человек может приложить такие усилия, когда он меняет свою судьбу, и это зависит только от него. Единственное, что, и мы это изучаем, и говорили об этом не раз, во всех каббалистических книгах указано, каким образом мы будем развиваться, если не будем прилагать своих усилий. Вот по какой кривой я буду развиваться, если я буду пассивным, абсолютно пассивным, а силы природы будут меня вести к намеченному концу. Мы намечены, наконец, это когда мы полностью достигаем совершенства, величия, как вся природа, становимся равными Творцу, самой высшей силе природы. Когда мы постепенно, постепенно постигаем различные, различные, различные силы природы, и достигаем до самой высшей из них, до Творца. Так вот, каббалистические книги описывают нам весь этот путь, если мы только движемся под воздействием высших сил, вынужденно, и одновременно они нам говорят, а если ты будешь прилагать к этому усилия, то ты будешь сокращать этот путь по времени, и ты будешь ощущать его как комфортным, а не подстраданием, под палкой, все свое движение. Но как у тебя это получится, никто не говорит, потому что это твоя свобода воли. Поэтому Баля Сулам говорил о чем? И он пишет об этом, это есть в текстах, и на русском языке переведено, что могут быть еще две мировые войны, что могут быть такие-то, такие-то катаклизмы, такие-то, такие-то страдания. Кривой в этой, по которой мы будем двигаться, это все запланировано. Но мы нашим правильным вмешательством, то есть согласием с путем природы, то есть если мы захотим сами достичь этого состояния, улучшаться постоянно в соответствии с этой кривой, которая ведет нас к цели, то мы все эти события будем переживать наоборот, как радостные, как хорошие, в обратном их знаке, в обратном их проявлении на нас. Поэтому, с одной стороны, каббалисты говорят, да, будет то-то, 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 если вы не вмешаетесь и не исправите эти вот такие наши будущие страшные события. Если мы пройдем с вами и посмотрим, что сказано в книгах пророков, которые писали более трех тысяч лет назад в своих пророчествах о том, что должно сбыться с нами еще через несколько десятков лет, вот в 21-22 веке мы ужаснемся, мы ужаснемся тем вообще страшнейшим событиям, которые нам уготовлены, если мы сами себя не будем исправлять и не будем подгонять к той же цели добровольно, а будем давать природе необходимость подгонять нас к ней давлением, страданиями. Они писали такие ужасные вещи, пророки, как матери съедают своих детей, как люди друг друга обливаются расплавленным свинцом, как взрываются горы, как падает солнце, как вообще ужас. Всемирный потоп – это просто легкая такая смерть, понимаешь ли, отмучился голубчик по сравнению со всем, с тем, что они там писали. Это аллегорически они писали? Они писали это аллегорически и не аллегорически. Надо воспринимать это и буквально то же. Потому что все зависит от того, насколько мы не смягчим эти силы природы своим осознанием, необходимостью постичь ту же цель. Все-таки хотел бы уточнить, в связи с этой войной, которую предсказал Баля Сулян, Третья, Четвертая мировая войны, действительно это написано в его рукописях «Последнее поколение». Вопрос такой, эти войны будут, мы их просто будем ощущать так-то? Нет, мы их можем перенести внутри себя, теоретически. А, или они вообще не будут? В внутренней борьбе между собой. Война должна заставить меня победить свой эгоизм на каком-то его уровне. А если я его побежу без войны, зачем мне эта война? Если я возбужу в себе такие силы, которые смогут победить этот эгоизм без того, чтобы на меня сыпались бомбы. Если я буду против него воевать без этого внешнего понукания, то я могу это сделать быстро, легко и с радостью, потому что я уже заранее предвижу, а что мне это дает, приподнимаясь над ним? Мы меняем материальную реальность, так? Можем изменить материальную реальность события? Мы реальность полностью меняем, благодаря нашему вмешательству, сознательному вмешательству, но в соответствии с ходом природы. Скажи, вы как-то сказали, что меняется только внутреннее отношение, ведь может быть война... А ничего больше нет. А из моего внутреннего... Я внешне ничего делать не должен. Вот это ты не путай. Вся моя борьба должна заключаться только внутри, с работой в себе, с работой со своим собственным эгоизмом. В итоге я буду видеть, как мир меняется снаружи. И вот и получается, человек своими внутренними силами управляет миром.